Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте. Два дня прошло с начала нерабочей недели. Спасибо всем, кто тщательно соблюдает все карантинные условия и ограничения. И спасибо всем, кто откликнулся на мое первое обращение. Всем, кто задавал вопросы на горячей лиге. Видя ваш интерес, я принял решение, что будем регулярно информировать вас о том, как развивается ситуация в отрасли в эти непростые дни. Коллеги, на сегодняшний день у нас 4 подтвержденных случая заболевания. Причем один из них за рубежом, в Венгрии. Коронавирусная инфекция зафиксирована у венгерской гражданки. Она сотрудница компании ГАНС, дочки Атомэнергомаша, с российскими гражданами. Она не контактировала. Внутри страны трое заболевших. Все в концерне Росэнергатом, к сожалению. Двое в Москве. Один из них привез коронавирус из отпуска. На работу не выходил и в контакты с коллегами не вступал. Вторая заболевшая сотрудница центрального аппарата концерна. Ее руководство оперативно приняло все необходимые меры и провело дезинфекцию помещения. Третий случай, остановлюсь на нем чуть подробнее, зафиксирован в Заречном, Свердловской области, в нашем атомном городе. Пока это единственный подтвержденный факт коронавируса в наших городах. Заболел сотрудник Белаярской атомной станции. Сейчас он, его супруга, лечится в Екатеринбурге. Все, с кем он общался на карантине, чтобы обеспечить непрерывность работы станции, мы пошли на жесткие меры и изолировали весь оперативный состав, работающий на облочных счетах управления. Все работники пяти дежурных смен теперь живут отдельно в профилактории, отдельно от семей и доставляются на станцию специальным автотранспортом. Всем, конечно же, обеспечено медицинское обслуживание под контролем Федерального медико-биологического агентства. Уважаемые коллеги, в соответствии с решениями госкорпорации, во всех городах присутствия Росатома приняты дополнительные организационные и медицинские меры. Их цель, с одной стороны, обеспечить профилактику заболевания, с другой, в соответствии с нашим принципом на шаг впереди, обеспечить готовность к работе в новых условиях. Во-первых, принято решение размещать изолированно в санаториях и профилакториях всех наших сотрудников, которые обеспечивают непрерывность производственных процессов и работают на ядерных установках. Во-вторых, во взаимодействии с ФМБА и главами городов сделать полную ревизию готовности медицинских служб, проверить, достаточны ли в городах врачей необходимые квалификации, есть ли аппараты в достаточном количестве искусственной вентиляции легких, есть ли наличие больничных боксов и палат для изолированного лечения. В-третьих, расширить количество пунктов тестирования на коронавирус и увеличить частоту замеров температуры работников на производстве. У ФМБА уже запросили дополнительные тесты. Наша задача максимально использовать эти нерабочие дни, чтобы подготовиться к работе в обстановке пандемии в ближайшие недели. Уважаемые коллеги, говоря о текущих делах, мы не должны забывать и о перспективе. На днях с соблюдением всех норм медицинской безопасности состоялось заседание Стратегического совета Госкорпорации под председателем Сергея Владимирович Кириенко. На нем обсуждались результаты деятельности Госкорпорации в 2019 году и была актуализирована стратегия до 2030 года. Оба документа в апреле будут вынесены на наблюдательный совет для утверждения. Проинформирую также, что выполнение карты КПЭ Госкорпорации в прошлом году составило по окончательным результатам 104%. Премия по итогам года будет выплачена, как обычно, до 1 июня. Для выплаты премии, зарплат и всех текущих платежей в банках аккумулированы необходимые средства. Продолжаются поступления от российских и зарубежных клиентов и заказчиков. Открыты резервные кредитные линии, чтобы подстраховать любую нештатную ситуацию. При этом, коллеги, хочу обратить ваше внимание, что в связи с переводом большинства сотрудников на дистанционную работу, мы постепенно переходим на систему одного банковского дня в неделю. Прошу вас, руководителей, вас, бухгалтерские службы, это учитывать при планировании платежей. Уважаемые коллеги, продолжает работу горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Людей интересует, что делать после приезда из-за рубежа, как оформить боличный лист по карантину, как будет организована работа на текущей неделе. С каждым таким обращением мы разбираемся максимально тщательно. Конечно же, есть вопросы о зарубежных площадках. Понятно, что люди волнуются, кто-то хочет поскорее вернуться домой. Я вас информирую, что эта работа идет. Всем желающим будет обеспечена возможность вернуться в самые ближайшие дни. Важно отметить, что это непростая задача. Нужно получить разрешение местных властей. Согласовать это с правительством Российской Федерации, Министерством иностранных дел, погранслужбы. Ну и, конечно же, мы сами должны заказывать чартерные рейсы. Самое главное, мы обязаны обеспечить двухнедельный режим изоляции для всех прибывающих, независимо от того, из какой стороны они прибывают. Уважаемые коллеги, я еще раз прошу вас отнестись с максимальной серьезностью к сложившемуся положению. Не надо использовать эти нерабочие дни для вечеринок и посиделок с друзьями. Пожалуйста, побудьте дома, в кругу домашних. Не выходите на улицу без крайней на то необходимости. Этим вы сбережете свое здоровье и здоровье ваших близких. Академия Росатома подготовила для вас обширную образовательную программу. На ее сайте много онлайн-курсов про личную эффективность, как организовать на удаленке свою работу, работу своего коллектива, как занять, как развлечь детей. Я также дал поручение добавить в расписание еще две важные темы. Это физкультура и английский язык. И считаю, что это поможет вам структурировать свое время в течение ближайшей недели. Дорогие друзья, мы все себя считаем членами одной большой семьи Росатома. И для большинства из нас производственные задачи всегда остаются важнейшим приоритетом. Сейчас ситуация складывается немножко по-другому. Складывается так, что вопрос сохранения своего здоровья стоит не менее остро. И он также важен, как и выполнение гособоронзаказа и завоевания мирового атомного рынка. Поэтому очень вас прошу, берегите себя. Оставайтесь дома, берегите своих близких. Счастья вам, счастья и здоровья. Спасибо за внимание. Счастья вам, счастья. Счастья вам, счастья.